За последнее время в полицию обратилось уже несколько человек, которым звонили говорящие по-русски, неизвестные люди убеждали передать им деньги якобы для выгодных инвестиций. Незнакомцы звонят с номеров различных стран либо через скайп. Подозреваемые в мошенничестве в некоторых случаях также использовали код Латвии плюс 371 и представлялись сотрудниками латвийской фирмы, специализирующейся на инвестициях, которые могут принести сверхприбыль. Причем делают подозреваемые это очень назойливо и настойчиво, буквально заваливая человека предложением купить акции на весьма крупные суммы, порой достигающие 20 тысяч долларов или примерно 18 700 евро. Звонящие предлагают купить акции, которые, как они обещают, принесут очень быстро и очень большую сумму прибыли. Подозреваемые в мошенничестве делают это в расчете на тех людей, которые, желая добыть деньги легким способом, купятся на эту уловку. Звонящие обещают, что деньги будут инвестированы в известные биржевые предприятия и их ожидает 30-процентная прибыль. Но для того, чтобы их рассказ звучал достовернее, создаются целые веб-сайты, на которых людей просят зарегистрироваться и указать данные своей кредитной карты. Именно поэтому полиция просит наших жителей быть бдительными и относиться к таким звонкам очень критично. Ни в коем случае не делать поспешных решений. Обязательно стоит поговорить со своими близкими или спросить совета у местного заслуживающего доверия финансового предприятия. Ведь передав свои личные данные и деньги незнакомцу, есть все шансы, что человек может оказаться жертвой мошенников и запросто потерять все свои сбережения. «То, что они предлагают быстрый заработок, уже является очень подозрительным. Так что если вам продолжают назойливо звонить незнакомцы, то на такое предложение следует ответить отказом, закончить разговор и заблокировать номер». Стражи порядка просят всех тех, кому поступят такие звонки, написать об этом полиции на электронную почту, вихе-собака-полицей.ее. Тем, кто уже лишился таким образом денег, но еще не сообщил об этом, следует обязательно подать заявление в полицию. Стражи порядка просят рассказать об этой схеме мошенничества своим близким, особенно пожилым людям, а также убедиться, что они знают, как действовать в подобных случаях. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.